Дай почитать. Удоровательная, умная, мудрая, большая панда. И крохотный, похожий на писк, дракончик, такой малюсенький и сухонький, просто до слез. Есть и посвящение тем, кто ищет свой путь. Не менее интересны и иллюстрации. Джеймс Нарбори признается, что вложил душу в каждый рисунок, поэтому они находят отклик в сердцах людей. В жизни автора был трудный период, и в букинистическом магазине ему попалось издание, посвященное буддизму. Он стал интересоваться темами духовности и медитации и понял, что вовсе не обязан быть рабом своих дурных мыслей. Он стал членом благотворительной организации «Самаритяне» и стал помогать людям, страдающим от одиночества, тревоги и депрессии. Во время коронавируса его посетила мысль рисовать иллюстрации и писать небольшие духоподъемные тексты. Читатели из разных стран, принадлежащие к разным религиям и культурам, стали горячими почитателями творчества Джеймса Нарбори. И прежде всего потому, что книга «Большая панда и маленький дракон» помогла им справиться с тяжелыми моментами в жизни. Итак, мудрая панда ведет долгий разговор с субтильным драконом, но постепенно все выстраивается в одну концепцию, в одну идею. Диалоги наполняются более глубоким смыслом и обращены к тонкому восприятию происходящих. «Попробуй уделять время мелочам», — сказала Большая панда. «Часто они важнее всего. Каждый шаг, который ты делаешь в пути, приближает тебя к цели или отдаляет тебя от нее». Надо понимать, что все высказывания носят условно-символический характер. Происходит соединение буддизма как духовного учения с его основной идеей убрать страдания из жизни человека через осознание и практику. И дасизма, такого философского и религиозного духовного пути дау. Каждый найдет в этой мудрой и милой книге свою важную для него в данный момент сентенцию. «Мы почти пришли», — спросил маленький дракон. Большая панда улыбнулась. «Надеюсь, еще нет». Действительно, дорогие слушатели, живем и продолжаем читать «16 плюс». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!